Мы живем в век интернета, и вы наверняка догадались, что в терминале есть возможность взаимодействовать с ним. На самом деле таких возможностей даже несколько, но я расскажу об одной программе, которой я сам пользуюсь, и несмотря на ее простоту, она на самом деле очень многофункциональна. Команда эта называется Vget, и давайте изучим ее синтексис. Итак, в протестном виде она выглядит следующим образом. Vget и ссылка на файл. Если мы нажмем Enter, то Vget скачает файл по ссылке и положит его в текущей директории. Если мы хотим указать другую директорию, то надо добавить опцию "-p", и путь до директории. Если же мы хотим указать конкретное место и имя файла, то надо добавить опцию "-o". Принципиальное отличие между "-o и "-p", в том, что в случае с "-p", файл сохранится в директорию под изначальным именем, таким, которым он лежит в интернете. Давайте посмотрим, как это работает на практике. Я зашел на сайт с фотографиями котят, и хочу скачать одну из этих картинок при помощи терминала. Сначала мне нужно получить ссылку на картинку. Теперь открываю терминал, ввожу команду Vget, путь до файла, куда он будет сохранен, и вставляю ссылку. Нажимаю Enter. Идет процесс скачивания. Мы видим, что файл полностью скачался, и теперь можем проверить, что он появился на диске. Вот этот файл. Теперь его можно открыть и посмотреть. Продолжение следует... Продолжение следует...